С 25 по 28 февраля в Ачинске состоятся 11 зимние спортивные игры среди городских округов Красноярского края. Ожидается, что участниками игр станут более 500 человек из 14 городов нашего региона. Как принять участие, расспросив нашего гостя, первого заместителя министра спорта Красноярского края Аркадия Кривошеева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного о соревнованиях. Скажите, среди только городских жителей будут выбираться? А мы сильнейшие? Да, 11 игры, зимние игры. В Ачинске примут участие как раз только участники команд городов. Как вы и сказали, уже их будет 14. Это такие города, как Ачинск, Железногорск, Зеленогорск, Енисейск, Лесосибирск, Западный куст городов, Минусинск, Назарова, Богатол, Шарыпово. Такие команды будут принимать участие в нынешних играх. А почему в этом направлении ставка именно на города? Эти мероприятия проходят у нас раз в два года. То есть зимние и летние игры. То есть год летние игры, год зимние игры. И почему в Ачинске будет проходить? И в Ачинске тоже. В том числе, да. У них уже есть такая практика в 2008 году. Ачинск уже принимал такое масштабное комплексное мероприятие. Седьмые зимние игры городских округов. И они, можно сказать, очень удачно там выступили. Заняли первое общекомандное место. У них есть опыт проведения, у них есть материально-техническая база, хорошая инфраструктура спортивная, которая позволяет заниматься зимними видами спорта. И которая позволяет проводить именно краевого уровня мероприятия. Скажите, а вот к такого рода праздникам, спортивным праздникам, какое-то отдельное финансирование идет на те спортивные объекты при присутствии в городах? Да, это предусматривается. Тот город, который принимает у себя такие комплексные мероприятия, есть определенная финансирование. Расскажите, в каких видах спорта будут состязаться участники? Понятно, что в зимних, но все-таки их наверняка очень много. Есть же какой-то узкий спектр, скорее всего. Какие? В спортивной программе 8 видов спорта, зимних видов спорта. Есть как командные виды, так и индивидуальные. В программу входят два игровых вида спорта. Это хоккей и мини-футбол. Также будут соревнования проходить по биатлону, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, палеатлону, конькобежному спорту и семейным стартам. А все ли состязания пройдут в Ачинске или что-то, может быть, приведут в столицу к краю? Практически все соревнования будут проходить на площадках города Ачинска, Ачинского района. Но в связи с тем, что нет возможности проводить соревнования по конькобежному спорту, решением было Оргкомитет о проведении их на локомотиве в городе Красноярске. И эти соревнования пройдут 27-28 февраля. А вообще участники это профессиональные спортсмены, либо это какие-то сборные команды, вот вы там говорили про семейные старты? Вы знаете, согласно положению соревнований, есть ограничения по профессиональным спортсменам. Так в игровых видах игроки профессиональных команд не имеют права участвовать за сборные команды городов, а в индивидуальных видах все, пожалуйста, можно участвовать. Но основной и главный принцип участия, это у участника должна быть прописка того округа, за какую команду он собирается выступать. То есть о постоянном месте жительства. А как вообще проходит процедура заявления? То есть если я, например, житель Девногорска, была бы до сих пор по прописке, могла бы обратиться в какой-то местный орган самоуправления и выразить свое желание, меня бы записали в команду? Вы знаете, вот если есть у вас прописка в постоянном месте жительства, вот согласно ее, только за этот округ, за этот город имеете право выступать. Я поняла. Я имею в виду, что жители имели возможность подойти куда-то в спорткомитет своего города, заявиться, выразить желание, попасть в команду. Это проводится муниципальный этап, первый этап соревнований в муниципалитетах. На основании этого формируется сборная города, и они приезжают уже на финал участвовать в состоянии сборной города. Вы уже сами упомянули о том, что раз в два года летние, ну, собственно, как в обычной Олимпиаде это происходит. У вас все будет так же по-взрослому? Серьезное открытие, серьезное закрытие церемонии? Традиционно церемония открытия-закрытия таких больших комплексных мероприятий, она проходит очень красочно, масштабно. И в программе открытия этих соревнований предусматривается выступление творческих коллективов, показательные выступления спортсменов, спортивных школ города Ачинска. Ну и, конечно, очень обязательным элементом церемонии открытия это будет парад участников. Ой, здорово, красиво. Да, они приезжают подготовленные, сборные команды муниципалитетов, они одеты в свою спортивную форму, поэтому это очень красочное. Ничего себе, как круто. Я предлагаю вам сказать о том, будет какая возможность поболеть, и можно будет действительно ли поехать поболеть, и о том, и пригласить вообще телезрителей на оси соревнований. Торжественное открытие зимних игр состоится сегодня, 26 февраля, в городе Ачинске, в 18 часов, на спортивном комплексе «Алим». Все желающие поболеть за свои команды могут принять участие там, доступ на спортивные площадки будет свободный, поэтому приезжайте, болейте и поддерживайте свои команды. Да, благо погода шепчет, как говорится. В Ачинске теперь своя Красная Поляна появилась. Ну что же, большое спасибо, Аркадий Кривошеф, первый заместитель министра спорта Краснодарского края, был у нас в гостях. Говорили мы о 11-х зимних спортивных играх среди городов Краснодарского края. Большое спасибо. Спасибо, что пришли к нам.